Здравствуйте, уважаемые коллеги! Лев Николаевич, спасибо за возможность выступить на данном мероприятии. Действительно, у нас сегодня речь пойдет о биопсии на выобразование печени под УЗИ-контролем, так как морфологическая верификация онкологического процесса является одним из основных видов обследования онкологического больного, и от результатов ее зависит тактика дальнейшего лечения и вид специализированного лечения. Какими способами возможно взять биопсию из печени? Это пункционная биопсия, эндоскопическая биопсия под ультразвуковым контролем, лапароскопическая инцизионная или экстезионная биопсия, или же открытая инцизионная или экстезионная. Сегодня речь пойдет о пункционной биопсии печени. Она обладает большим количеством преимуществ по сравнению с остальными видами биопсии. Это высокоинформативное исследование, малотравматичное, довольно доступное по всей нашей стране, обладает мобильностью используемого оборудования, что облегчает ее проведение в любых условиях лечебного учреждения. Ее можно выполнить в амбулаторных условиях. Она выполняется под местной анестезией, что тоже является ее огромным плюсом за счет того, что можно поддерживать постоянный контакт с пациентом. И все эти ее преимущества вкупе обуславливают ее безусловную рентабельность. Пункционная биопсия может быть выполнена несколькими способами. Это первый, самый распространенный, самый лучший способ. Это фрихенд, способ свободной руки, когда датчик и иголка зафиксированы только в руках доктора. Второй способ – это с использованием пункционной насадки, когда иголка фиксируется внутри специального устройства, одетого на датчик. И третий способ – это использование специального пункционного датчика, в котором уже технологически предусмотрено порт для установки иглы. Пункционная биопсия по дельтурозвуковому контролю может быть выполнена двумя способами. То есть это макоигольно-аспирационная биопсия, при котором используются довольно тонкие иглы от 22 до 18 гейдж. Данная биопсия обладает очень низкой травматичностью, очень быстрыми результатами исследования. Но ее, наверное, минус заключается в том, что тканевая структура биоптата либо частично сохраняется, либо не сохраняется. Получается цитологический мазок на стекле. И так называемая толстоигольная или трепан биопсия, при которой используются иглы большего диаметра, это от 20 до 12 гейдж. И в этом случае сохраняется тканевая структура биоптата, то есть мы получаем полноценную ткань. Данная биопсия может быть выполнена разными системами, полуавтоматическими, автоматическими или ручными. Вот здесь на первом снимке представлен полуавтоматический пистолет, где введение иголки в новообразование происходит вручную. Сам манипулятор вводит, а уже срез тканя обуславливается напружиненным механизмом. И на втором и третьем рисунке представлена автоматическая система, которая состоит из многоразового пистолета и одноразовых сменных иголок. В данном случае и сам выстрел в новообразование, и забор материала происходит автоматически пистолетом. Показаниями к биопсию печени можно выделить само наличие новообразования в печени, за исключение подтвержденное при лучевых методах исследования гемангиомы. В нее втыкать иголку, наверное, не следует, не имеет смысла большого. Это подозрение на прогрессирование онкологического процесса на фоне лечения при появлении новообразования в печени, или же появление новообразования в печени при первичном множественном опухолевом поражении. Также пункционная биопсия печени имеет противопоказания. Абсолютные и относительные к абсолютному относятся к агулопатии в том или ином виде. То есть необходимо ориентироваться на показатели каугулограммы. Международное нормализованное отношение должно быть, извините, я здесь ошибся, меньше или равно 1,45. А протромбиновый индекс должен быть больше 60%. И тромбоцитов должно быть не менее 70 тысяч. Также противопоказанием являются острые психические расстройства, отсутствие согласия пациента. При белярной гипертензии не стоит выполнять биопсию, поскольку можно получить желчее истечение в брюшную полость. При портальной гипертензии также возрастает риск кровотечения в брюшную полость. И когда имеются параллельно еще гнойные процессы в самой печени. К относительным противопоказаниям относятся повышение артериального давления на момент пункции выше 140 мм. Туркная столба, анемия меньше 90 г на литр, гемоглобин. Ненапряженный асцит может также способствовать увеличению риска внутребрюшного кровотечения. Вообще любая свободная жидкость в животе способствует повышению риска кровотечения. И любые воспалительные заболевания вне печеночной локализации в фазе обострения. Методика проведения можно выполнять под местной анестезией, можно выполнять под внутривенной анестезией. Но если используем местную анестезию, то необходимо саму анестезию проводить также под ультразвуковым контролем, что позволяет обезболить не только саму траекторию введения в последующем функционной иглы, но и ввести небольшое количество антисептика под капсулу печени, что позволит обеспечить всю печень и сделать процедуру полностью безболезненной впоследствии для пациента. Также после выполнения анестезии необходимо выбирать траекторию введения иглы, направленную навстречу экскурсии печени при дыхании, чтобы минимизировать повреждения капсулы печени при введении иглы. Для трепан-биопсии следует выбирать иглы диаметром не более 16 гейдж, что также позволяет снизить риск внутребрюшного кровотечения после пункции. При наведении иглы не стоит проходить через толстые сосудистые структуры внутри паренхемы печени или же через билиопортальные тракты. Доступ к самому наобразованию необходимо проводить через 2-3 см неизмеренной поверхности печени, в связи с тем, что патологические опухолевые сосуды лишены мышечной оболочки, и если же непосредственно выполнить пункцию субкапсулярного новообразования, то есть шанс того, что кровотечение, происходящее непосредственно из опухолевого узла, оно может не остановиться или остановиться слишком поздно. При новообразованиях печени, которые по размерам более 3 см, необходимо получать материал с периферии данных образований, чтобы исключить или хотя бы снизить риск получения неинформативного материала, так как в больших узлах в центре может находиться либо фиброзированная уже ткань, либо некротические массы. При выполнении биопсии кистозно-солидных новообразований необходимо первым этапом выполнять биопсию солидного компонента и вторым этапом стараться забрать жидкостной компонент на цитологическое исследование. И далее материал помещается в раствор формалина. При соблюдении этих правил можно безопасно выполнить до 2-3 проколов печени с получением полноценного биоптата тканевого и без большого риска развития внутребышного кровотечения. На данном скане представлен субкапсулярный метастаз в седьмом сегменте печени. И данная картинка демонстрирует, что безопасная траектория, она не всегда самая короткая. Зачастую намного безопаснее выполнить пункцию через, можно сказать, всю паренхему печени и пропунктировать новообразование, как бы это сказать, с другой стороны, нежели чем пытаться выполнить биопсию новообразования седьмого сегмента печени рядом с поливральным синусом. И получить риск повреждения лёгкого с внутреплевральным кровотечением. Плюс выполнение биопсии верхних сегментов печени, то бишь седьмого или восьмого. Оно затруднено тем, что сегменты находятся высоко, и зачастую новообразование в них перекрывается пневматизированной лёгочной тканью. Поэтому иногда, кроме как через контролутеральную поверхность печени, биопсию их не выполнить. На данном видео представлена биопсия новообразования левой доли печени. Как мы видим, оно находится интерполенхематозно. На передвижении иглы, на данном видео показана анестезия перед пункцией, обезболивается весь пункционный канал и с небольшим введением анестетика под капсулу печени. Вот сейчас это будет видно. И следующее видео — это непосредственно сама трепанбиопсия данного новообразования. Иголка проходит через неизменённую, как было вышесказано, паренхему печени и выполняется непосредственно выстрел в новообразование. На данном слайде показана биопсия также интерполенхематозного новообразования. Но вся суть данного видео в том, что вот в данный момент видно, что иголка уперлась в белиопортальный тракт. То есть любое попадание в какие-то крупные сосуды внутри печени или же в желчные протоки, оно сопровождается упором иглы, и доктор всегда чувствует это. И данное видео показывает то, что если на пути иголки встречается какая-то структура, её, в принципе, внутри печени можно обойти путём манипуляции иглы, что в данном случае было сделано. То есть вот на данном слайде представлена траектория иглы, введённая игла в метастатический узел, и рядом данного образования, которое было на предыдущем слайде, не видно. И после извлечения иглы видно, что сам белиопортальный тракт, который мешал проведению биопсии, он находится несколько в стороне от пункционного канала, который не очень хорошо, но всё же виден на данном слайде. Осложнениями после проведения биопсии могут быть следующие состояния. Это самое, наверное, грозное. Это внутрибышное кровотечение. Довольно редко, но всё же возможно. Это перфорация полого органа, перфорация желудка, перфорация толстой кишки, может быть, тонкой кишки, если анатомия брюшной полости изменена после каких-либо оперативных вмешательств. Также при пункции верхних сегментов печени вполне возможно повредить лёгкое с развитием пневмоторокса или внутриплюрального кровотечения. Также встречаются гематомы мягких тканей в области пункции, довольно частый выраженный болевой синдром, который обусловлен френикус-синдромом в связи с тем, что после прокола печени в любом случае какое-то количество крови изливается в брюшную полость и раздражает диафрагму. И аллергическая реакция на анестетик, но данного пункта можно избежать, тщательно собирая анамнез у пациента. Позвольте представить небольшой собственный опыт выполнения биопсии. За последние три года у нас в центре выполнено 662 трепан-биопсии. Все биопсии были выполнены в амбулаторном порядке и под местной анестезией. И осложнения случились у шести пациентов. Пятеро из них, у пятерых было диагностировано внутрибрюшное кровотечение, которое у трех пациентов остановлено консервативно, введением кровоостанавливающих препаратов, наблюдением. И двое пациентов подверглись хирургическому лечению. Была выполнена лапаротомия и остановка кровотечения. Гематома мягких тканей в области пункции была у одного пациента. После биопсии правой доли печени кровотечение было вызвано из артерии межреберной мышцы. То есть не из самой межреберной артерии, а из каких-то мышечных веточек. Этот тоже случай потребовал хирургического лечения, вскрытия, санации, гематомы и остановка кровотечения. Болевой синдром, как я уже говорил, довольно частое явление после биопсии печени. Он встречался у нас в 155 случаях. И во всех случаях он был купирован введением нестероидных противовоспалительных препаратов. И неинформативный материал был получен у семи пациентов. В каких-то случаях это был некроз, в каких-то случаях была фиброзированная ткань. И была выполнена повторная биопсия уже с положительным результатом. И, собственно говоря, чтобы для профилактики развития осложнений необходимо после биопсии пациентов наблюдать хотя бы в течение 2-3 часов, если это выполняется, процедура амбулаторная. Если же понятно, что она выполняется в стационаре, проблемы наблюдения не должно существовать. Контрольные УЗИ после брюшной полости необходимо выполнить через 20-30 минут после манипуляции. И уже в это время будет понятно, происходит какое-то кровотечение из места пункции или же нет. Всегда можно найти свободную жидкость вокруг печени. При болевом синдроме необходимо введение нестероидных противовоспалительных препаратов и при подозрении на какие-либо хирургические осложнения необходимо пациенту выполнить КТ брюшной полости в экстренном порядке и уже обсуждать с хирургами решение об экстренном оперативном лечении. Спасибо за внимание.